Здарова людям! Сейчас дядя Саша вам расскажет и покажет одну приинтереснейшую фиговину. Когда я только увидел анонс данного девайса, я не устоял и решил, что просто таки обязан запилить на него обзор. Ибо штука прикольная и кому-то даже очень нужная. Это во-первых. А во-вторых, люблю я обзоры обозревать, да и про штукенцы всякие разговаривать. А вы что думали, это вам не научпоп? Это некомпетентный обзор. Ну и давайте уже, так сказать, знакомиться с предметом сегодняшнего видосика. Давно пора, а то врубил, понимаешь, оратора. Вы что, думали мы забыли про эту шутку? Нет. Итак, Bloody GS2. Что это такое? А это у нас стойка. Если быть точнее, то стойка под наушники. Если быть максимально точным, то стойка под наушники со встроенной звуковой картой. И с подсветкой. Именно. Со с ней. И вот давайте обо всем об этом и да поподробней. Про упаковку можно сказать чуть меньше, чем ничего. Картонная коробка с фирменными цветами и характеристиками. Ничего необычного. А посему давайте взглянем на сам девайс. GS2 это алюминиевая стойка для наушников на основании из пластика. Дно основания покрыто резиной для наилучшего сцепления с поверхностью. По контуру идет подсветка с шестью режимами свечения. Высота держателя 27 сантиметров. Или сантиметров. Этого вполне хватит, чтобы без каких-либо проблем повесить любые уши по форм-фактору типа чебуратор. Стойка комплектуется полутораметровым плетеным кабелем USB на Type-C. Плетеный кабель, как я люблю, да! Собственно, о функционале именно подставки тут больше говорить-то и нечего. А поэтому давайте перейдем кое-как чему весьма поинтереснее. В линейке GS существует две модели. GS2 и GS2L. Разница лишь в том, что у GS2 основание является еще и внешней звуковой картой. Вот про эту самую карту давайте и поговорим. Где карта, Билли? Нам нужна карта. Ну и для начала давайте ответим на вопрос, что это за звуковая карта и нафига она нам геймерам надо? Если говорить вкратце, то микрофоны или же динамики в наушниках или в колонках они улавливают и воспроизводят аналоговый звук. Аналоговый значит работающий по аналогии с реальным миром. Мы говорим, идет волна звуковая, мы воздух колышем, вот там динамик как бы тоже колыш. Мы вот слушаем, там у нас есть как бы мембрана, в микрофоне тоже есть мембрана. Аналогично, по аналогии. Поэтому, блять, аналоговый звук! Непонятно! Короче, это тот звук, который мы можем слышать. Но компьютеры воспринимают инфу только в двоичном коде. То есть в цифре. Поэтому звук нужно переводить из цифры в аналог, например, при воспроизведении музыки с компа. Или же наоборот, из аналогов в цифру, если какой-то рак валит катку и тебе очень срочно нужно сказать все, что ты о нем думаешь и в том числе о его манке. Всеми этими пертурбациями в компе занимается специальная плата. Она называется звуковой. В любом компе она есть, во встроенном виде. Естественно, качество обработки видео, видео, блять, аудио. Качество обработки звука сносное, но далеко от идеала. Про запись я вообще молчу. Теперь давайте вернемся к нашей стойке. На официальных сайтах, как прочим и на коробке, вам расскажут, что здесь стоит карта с поддержкой звука 7.1. Что это за 7.1 такой? В идеале это объемное звучание, что достигается посредством 8 источников звука. А теперь вопрос для самых наблюдательных. Сколько источников звука в обычных наушниках? Пять, десять, четыре, пять, десять. Два. Левый и правый ухи соответственно. К чему ты это? Я к тому, что вы хоть в лепешку разбейтесь, но в наушниках реальные 7.1 вы не услышите никогда. Но зато это можно сэмулировать. Именно этим и занимается наша звуковая карта. Естественно, вам нужны будут уши, что поддерживают эмуляцию 7.1. В результате тестов я не то, чтобы заметил какую-либо разницу. Игры игрались и звучали хорошо вне зависимости. Использую я встроенную карту или внешку. Также я попробовал запись микрофона. Особой разницы замечено не было. И так, дорогие друзья, сейчас вы слышите, как звучит микрофон, подключенный во внутреннюю встроенную звуковую аудиокарту компьютера. Вот такое, примерно, звучание. Ничего особенного. Это обычный микрофон в наушниках. Да, теперь вы слышите звучание того же самого гарнитурного микрофона, но уже подключенного во внешнюю звуковую карту, была DGS2. Вот такое звучание. Я бы не сказал, чтобы оно очень сильно как-то отличалось от обычного звучания микрофона, вот, что он напрямую в компьютер. Тем не менее, для того, чтобы играть в какие-то разнообразные игрульки и говорить своим оппонентам, что вы думаете про их мамок, я думаю, этого качества вполне достаточно. Так что, нет смысла брать подставку с озвучкой? Я бы так не сказал. Несмотря на то, что звучание 7.1 — это больше маркетинг, нежели действительность, звуковая карта DGS2 всё же не так бесполезна. Во-первых, система у всех разная, и некоторые встроенные звуковые карты имеют отвратительные свойства наводить нежелательные шумы. Так что, если вы вынесете всё, что отвечает за обработку звука наружу — это всегда хорошо. Во-вторых, в одном из роликов я говорил о проблеме подключения в комп ушей со встроенной гарнитурой. С GS2 больше такой проблемы не будет. В своём корпусе она имеет 4-пиновый разъём миниджек. Можете смело втыкать как обычную уши, так и гарнитуру с микрофоном. Всё будет исправно работать. Ну и в-третьих, стойка Блади — это ещё и USB-хаб. В неё встроены три USB-порта второго поколения. Я подцеплял флешки, заряжал часы с мобильником — всё прекрасно работало. Получается, в них можно воткнуть ресивер от Bluetooth ушей? Да, но обработка звука ляжет на встроенную в наушники звуковую карту. Это же и касается всех наушников, что подключаются по USB-шине. Если что, наушники, которые подключаются по USB, имеют встроенную звуковую карту. Кстати, вот интересная фигня. То, что вы туда воткнёте, не обязательно должно быть ушами. Это могут быть просто обычные колонки. Итак, рубрика «Эксперименты». У нас здесь вот эта стоечка идёт и вот такие вот колонки. Обычные колонки компьютерные, которые питаются по USB. Сигнал к ним идёт на обычный вот такой вот джек. Мы запитываем сами колоночки по USB-шке. Где ты там включаешься-то? Жопа. Они включены. И смотрите, берём и втыкаем вот сюда. И врубаем что-нибудь в компуктер. Так что вы спокойно можете использовать эту подставку с её звуковой картой для подключения не обязательно наушников, а просто обыкновенных домашних колонок компьютерных. Это всё тоже будет работать. И звук будет лучше. Теоретически, да. Звук должен быть лучше. Как говорится, think about that. А чё так можно было, что ли? Что же по итогу? Подставка для наушников Blady GS2 — это неплохой аксессуар для геймера, что юзает обычные проводные наушники. Если она не даст прироста качества звука, то как минимум сэкономит место на столе, даст вам три свободных USB-разъёма, а также подружит компьютер с наушниками, у которых есть микрофон. И всё это не по такой-то уж и большой цене. Как подарок очень даже ничего. Брать или нет — решать, естественно, вам. Ну а я за этот девайс всё сказал. С вами был Саня. До новых. До свидания. Кхе-кхе-кхе-кхе. Подставка... Сдёхли твоя вот эта штука... Бля-ля-ля... Бля-ля... Господи, дедушкой... Бля-ля... Ля-ля... Пуки пищу пыли... Ничего... Анальные звуки, кстати, тоже аналоговые. Вот. Бля-ля-ля... 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 Не знаю, просто хотел вставить... Ты всё время любишь вставлять! А-а-а-а! Бля-ля-ля-ля-ля-ля... Вырубай.